Всем привет, я Виталька Проджект, и я пишу саундтрек, эмбиент, электронную, ну, инструментальную музыку. В основном, как бы, моя направленность, как бы, я это хочу, чтобы это было для кино, может быть, для каких-то видео. Вот как сейчас, часто я делаю для YouTube-контента, ну, вернее, как. Меня просит человек один, зовут его Илья Бондарев, мы с ним, как бы, сотрудничаем. Я делаю музыку под его видосы, и делаю я это как, он мне скидывает референс какой-нибудь, и то, что у меня получается, это не похоже на референс. Это что-то свое, и я не знаю, что будет, я не вижу даже видеоряд, какой будет. Просто я пытаюсь словить настроение из той информации, которую я знаю. И, в частности, вот этот трек получился из-за того, что он мне попросил в таком духе что-то сделать. Я послушал то, что он мне скинул, и у меня родилось свое. Все, я пытался поймать это настроение, надеюсь, мне удалось. Я не знаю, выйдет это в фильме его или нет. То есть, я до конца всегда не знаю, будет ли оно включено в кадр или нет. Но ему понравилось то, что я сделал. И вот конкретно этот трек я записывал с использованием живых инструментов, то есть перкуссию. Ну, я на гитаре там ее сыграл, перкуссию и бас, и, в общем, достаточно был интересный опыт записи, потому что нужно было получить звук как смычкового инструмента, то есть как виолончель или что-то типа такого. Но у меня не было, и я не хотел использовать в AST какие-то штуки, кроме саксофона. То, что я на нем пока что не могу сыграть так, как надо, хотя он у меня есть. Поэтому я использовал гитару и применил, знаете, как недозажимание лада, и получится такой дребезг. И я потом сделал фейт, и получилось то, что нужно. В конце, конечно, я добавил звук огня, то есть костра. Я специально пошел в лес, сделал маленький костерчик, записал это. И, наверное, это не похоже на костер, потому что какой-то треск, просто как будто кто-то пакетиком шуршит. Шуршик такой. Ну, я думаю, это не критично. И фотографии для обложки я сфотографировал здесь недалеко. То есть это место силы. Я сам живу в Краснодоне, и это в двух километрах от моего дома. И здесь я черпаю силу, чаще всего, конечно. Есть еще другие места крутые, но об этом в другой раз. Да. И здесь. Продолжение следует...